всем всем привет сегодня уже 2 октября куда я пропала смотрите у нас погода поменялась туман низ уже я не вижу все-все вот в тумане но тепло на улице тепло я не пропала но я занималась ремонтом девчата целый день напрыгалась два дня даже не вязала не вязала вчера вечером уже не выдержала завязала веры ну кофточку в школу белую легкая будет кофточка но немножко совсем я ее повязала посмотрите птички мои поют он лет и птичка но туман идет девчат и густой 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 прям туманище не знаю в субботу или воскресенье буду копать вот как эту морковку свою надо выкопать уже ее и перекопать под клубнику здесь вот грядочку сделаю то что клубничка моя вон разрослась я хочу ее рассадить и вообще вот этот вот участок до сарая весь заполнить клубникой земли много сажать картошку не не хотим на следующий год поэтому буду рассаживать ягоду пускай будет ягода вот вот такая погода смотрите опять пришла это мамзель и так орет настырно орет кормлю кормлю куда деваться от нее но ешь ешь но она по моему девочки опять брюхатая правда хозяйка сказала что на одних рожает и тут же рожает других одних рожает следом рожает других но стерилизуйте я вот увижу хозяйку я и скажу так нельзя поступать с кошкой или определите в добрые руки или заберите в квартиру но так на измывательство бросать кошку этом преступление что но нельзя кошка орет благим матом орет девочки не не просто мяучит она приходит и кричит от голода вот что а я сегодня проснулась вера ушла в школу мама конечно еще спала почти до 10 часов дрыхла китайцы там работает что-то строит парнички делает он уже посадил там еще урожай один молодец трудяшка вот хочу сказать я сняла видео по кристина нам у свитерку потому что сегодня придет взять и я отдам его девчата там она коротенькая 15-минутное кто кто захочет там посмотрите как я вязала на каких спицах сколько петелек набирала и все все размеры я дала также сняла белый краткое там описание как бы по белому свитерку но дождусь веру если вера согласиться сегодня померить его померить на себе чтобы я показала на ней этот свитерок то хорошо но если нет то девочки значит будет просто фотографии кошка из чем я занималась два два дня девчата ой я же эту пальму подрезала переделывала а все равно сидит у меня в мозгу ну косяк есть так как вязание косяк есть я на это дело плюнула содрала все ободрала полностью эту стену мы же купили другие обои в этом светофоре и я начала их клеить угол вот где у меня душевая и туалет я там розовыми клеила а здесь другие обои за души и не могу поклеить потому что сегодня только придет костя надо снимать бойлер я его слила девчат но снять его но нереально тяжело я мои руки не удержат и я боюсь что он у меня упадет упадет на меня мало того что фиг с ним с бойлером он прибьет и меня вот что вчера мне позвонили с мастерской по бойлеру завода пришло решение бойлер пустить на утилизацию надо его ввести в мастерскую на утилизацию на кости сказал вот он говорит я сегодня сегодня во второй половине дня должен прибежать снять его будем вызывать такси и увозить бойлер а там они мне дадут бумаги я пойду в технопойн магазин не надо именно такой же опять же бойлер потому что у меня вот эти крюки то сделанные в стенах на что вешать там четыре крюка они уже подготовлены именно под этот бойлер ну там я буду вам говорить что у меня получится я скажу ну поела чё-то на чё-то плачешь в дом нет ты нахальная такая эти в дом не пущу вот вот что-то жрет на капусте девчата я один вилок срезала он был усеянный усеян усеянной гусеницы эти второй вилок лопает вот зараза это это гусеница опять пришла напала какие завязались вилочки какие не завязались здесь что-то лопает вот видите стоит капуста нормальная вот нормальная а вот этот вот нападает эта штука как ее называют вот моя клубника ее тоже буду рассаживать вон ту клубничку смотрите какая травка у меня там зеленеет красота девчат из красот вот октябрь месяц вот ведь трава на огороде пахнет так вкусно здесь но на смородине вот почки девочки почки этого не должно быть в октябре а у нас вот вот они зеленые почки представляете сейчас я пойду в дом вы уже меня простите там кто-то мне звонит а потом подключусь к вам вот она ходит красотка и настырно но я же тебя покормила и настырно орет сейчас я в дом захожу и что что я хочу сегодня делать буду делать котлет немножко морковки пошла вот моя морковка с краешку дернула морковь всегда растет и покажу сейчас что делала на кухне на кухне делала видите здесь светильник перевесила второе светильник вот здесь перевесила над столом и картину свою сюда повесила сейчас придет взять бойлер мы снимем повезем его на утилизацию нет моей пальмы девочки видите пальму я всю выбрала но косяк косяк как вязание он будет меня добивать все время я поклеила вот эти обои который купила светофоре симпатично смотрится но хочу сказать клейкая бумага вот у меня старая вот видите вот это вот я обклеиваю вот клейкой бумага раньше покупала китайцев и уже сколько лет она здесь потому что здесь кошка ела и собака я нижние вот эти тут и с этой вот страны у меня были обклеены вот такими вот бумажками она плотнее это же бумага очень тонкая девочки очень очень тоненькая обои но приклеила клеить я умею вот поклеила остается мне вот доклеить вот до потолка тут ну полосочка выйдет полосочка может быть чуть-чуть еще прям полоса там сантиметров на десять а отсюда вот от потолка вот отсюда от потолка и вот так вот пойдут вот такие розовые девочки обои и вот здесь вот здесь карниз сделаю сделаю шторину чтобы закрывалась ну мойка моя и душ жду взять а сейчас чтобы вот снять я сплела с булера я уже говорила что нам надо его вести на утилизацию видите чем не здесь девчат холом конечно но это я еще работаю буду еще работать у меня здесь инструмент он там обои лежат вчера чуть-чуть и я повязала девочки я не выдержала вот завязала вере кофточку хоть немножко но повязала сейчас что я буду делать я приготовлю кушать котлеты фарш уже подтаял сейчас быстро картошку почищу потому что мальчишка придет у меня еще ничего не готово смотрите в окошке кто у меня маркизик мой сидит сидит мой мальчик вот я выпустила видео только что она вышла свитерок спицами для крестюши белый свитерок я тоже девочки отсняла но я жду веру вера придет я надеюсь что она все же сходится в свитере и тогда я выпущу но сейчас я начну картошку чистить взять я провожу девчата потом к вам подключусь вот девчонки мой фарш оставил я перемолола пол большой луковицы и 3 морковки все это смешаю соли перчик у приправки добавлю буду делать девочки котлеты костя снял бойлер сейчас покажу вам вот видите пусто теперь вот тут надо ободрать мне и начинать эту сторону клеить но у меня уже сил на сегодня нету на улице опять у нас пошел туманище что-то будет дождь наверное будет вот бойлер вытащили и так его прикрой пусть он на улице завтра повезем его в эту ну в мастерскую сдавать сдадим его а на улице девочки не понять что наверное все же будет дождь оно тепло но туман густой видите вообще туманище опускается цвета появляются разные разные травка меняет цвет вера идет со школы я сейчас делаю котлет смотрите какая трава у меня тут он зеленая он там тоже выпустила она цветет птички поют а здесь вот эти какая разная он птиц как поют сейчас котлеты сделаю пюре я сделала и на сегодня брошу дела буду вязать но если там две полосы приклею не знаю навряд ли что-то я устала девчат с этим ремонтом вчера прыгала прыгала сегодня костя пришел все бегом 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 игрой темп такой взял бегом я не успеваю такими темпами мне тяжело то я все делаю потихонечку постепенно поэтому пойду готовить девчата а вечером повяжу покажу что я вижу и сколько провяжу девочки у меня уже без 29 вечера эти как я свет переставила вот так у меня освещается кухня светло у меня светло она и днем светлая вот еще двигать надо вот этот шкаф холодильник вот этот угол весь тоже заклеивать но потихоньку буду не все сразу потому что в одного это очень тяжело вот тот вот угол я сегодня не доклеила девчата это не обдирала я сегодня очень устала и физически и морально был тяжелый у меня день котлеты девочки котлет нажарила целую сковородку сделала пюре и котлеты всем кто кушает приятного аппетита а я на сегодня все бросаю девчат все сейчас попью чайку и сяду вот у меня здесь компьютер на первом этаже пока вера сейчас в 9 часов она минут 15 один десятого она уже спать ложится а я сяду девочки за свое любимое вязание наше да хоть немножко я отдохну говорю и физически морально день был очень тяжелый у меня вот что я вижу видите такой красивый рисунок что-то я придумывал из головы но получается красота девчата смотрите поближе мне очень нравится дочь моя будет самая красивая в классе мне же приятно когда я вижу для ребенка своего также всем вязальщицам вот мои волки девочки вам сейчас покажу сейчас я буду менять положение и волки будут смотрим превращаться эти девчонки в тигров вот картину дочь мне дарила на меня висит такая красивая ладно девчата я пока отключаюсь влог может быть даже завтра будем продолжать сейчас он яблочко помою ведь у нас уже темно на улице он темно туман сильный сильный туман девочки говорят что к воскресенье вроде как по холода не будет резко ну не знаю что будет то и будет тогда завтра завтра наверно пойду морковку быстро выкопаю там а раз мороз ударит и чё надо ее выкопать и на земле рассыпать чтобы она обсохла потом занести мелкую я все-всюз выкапываю девочки даже мелкую мелкую потом мою на комбайн перетираю по пакетикам и замораживаю а более крупную я оставляю кушать поэтому я пошла вязать девчата до следующего включения а всем хорошего денька приятных ровных петелек чтобы провели этот день в удовольствии и в хорошем настроении вот сейчас тигры прям видите какая красота пока отключаюсь всем привет сегодня уже третье число мой уже октябрь начало октября ветерок поднялся и видите какое небо ну что-то тянет что-то будет у нас погода меняется я сегодня сделала большое дело приехал знакомых 10 утра мы отвезли в сервисный центр мой polaris как его называют бойлер на утилизацию там не дали справку и оттуда мы девчат проехали тот магазин где я покупала на мое счастье там у них стоял еще последний такой же только помощь не горит он получше чем тот тоже более polaris а мне нужно было именно такой потому что по по креплением чтобы не набивать других дырок в стене крепеж вот этот мне нужен именно такой был ну там пришлось доплатить мне 1620 рублей помог до 1620 он подороже чем тот был но и мы уже домой его привезли привезли домой коридор знакомый занес я говорю ставить сегодня его не будем потому что я сейчас в два часа только управились вот с 10 часов до двух все ездили то в одно место магазин в другом месте в общем проносились полдня это на машине девочки это не своим ходом а если бы своим ходом я бы бегала ой я бы пробегала до самого вечера это же не деревня это город большой поэтому тяжеловато ветерок такой прям осень не чувствуется он птички взлетают птички летают и поет птица да красивая такая птичка хвостик черненький на крылышках белые пятнышки а коричневый хвостик я еще и дальтоник но привезли а я говорю вешать то нельзя потому что сейчас я буду там обои доклеивать доклею обои а а потом только там повесим мой этот бойлер и завтра девочки и буду залазить в душ как плохо без горячей воды слава богу у нас еще на верхнем этаже более стоит 15 литровый что мы можем хоть понемножку налить воды и обмыться пусть даже не стоя под душем но так можно помыться все равно а вот так если вообще без воды это тяжеловато уже уже привыкли цивилизации я вытащила матрасик немножко посидеть посидеть хочу но и сидеть в принципе некогда надо и морковку выкапывать что-то такая погода не знаю дожди опять обещают дожди девчат у нас я вчера залезла посмотрела на сайте владивостока погоду и там дождь 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 вот эти выходные гольные дожди думаю боже мой а завтра знакомый хочет приехать я его просила спилить мне тут некоторые надо деревья ой сколько птичек смотрите полетела прям нашествие да что-то тянет тянет на тянет девчата я вчера вечером хоть я была сильно сильно уставшая слышите как она поет птичка пилик 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 красотка и ветер поднимается то господи хоть бы дождя сегодня не было вера пошла без зонта птички летают я вчера немножко повязала немножко понимаете я вчера была немножко расстроенная как бы день такой был тяжелым морально тяжелый я повязала но совсем мало и пошла уже спать в пол третьего ночи легла поэтому сегодня сейчас доклею и буду упорно вязать весь вечер кушать я сегодня не буду готовить хлеб мы заехали купили батон и хлеба поэтому печи я тоже не буду сегодня поэтому девчата как сейчас делаю обои и вам тогда покажу результат своей работы как будет выглядеть моя кухня и останется мне потом только потолочки всем всем привет сегодня четвертое октября такая у нас погода девчата и проснулась утро плохо очень спала вчера с этим ремонтом я настолько устала уснула в третьем часу кот нас разбудил в пять утра и вот с пяти я уже урывками урывками спала вера ушла я час еще валялась не могла уснуть потом вроде как уснула красавец мой вот вышел маркизик маркошенька покушал только вас пришел домой собирается куда опять на улицу я вчера девчата все доделала поклейку обоев осталось только за холодильником и за шкафом но это перекурс делаем потому что там надо все вытаскивать с холодильника со шкафа а там очень много чего вытаскивать это день только уйдет на передвижение белка где-то сидит точит зубами я слышу ее отсюда агена сидит где-то вот на этих вот двух деревьев запасается на зиму вы не услышите наверно я слышу и вот мы красавчик вышел маркизик маркизик лапки моет 8 я вчера поклеила попросила соседа повесить мне более на вот эти решала повесили стала девчата заливать бойлер когда подкручивать то у меня эти провода для воды то не подходит там разъемы разные мне нужно длиньше покупать сейчас я встала чай попила и сейчас побегу на китай город куплю эти проводки сейчас вам покажу как у меня там получается я не пропала девчата то пишут девочки уже в одноклассники таня ты куда пропала с этим ремонтом девчат я даже в среду не вышла в прямой эфир мне хочется кухню как можно скорее закончить но делают я его сама одна ну ничего девочки доделываю уже доделываю кухня будет готова зато радуется душа и глаз что кухне чистота идеальная будет это самое главное я сейчас вам покажу что там у меня получилось вот коробка от бойлера вот эти провода девочки видите вот они они хорошие все но они короткие буквально не хватает вот но сантиметров пять придется сейчас бежать мне я уже достала вот тут вот старенькие а старенькие они вот здесь все в разъемах как побежала вода и все я на этом бросила давай сливать воду сейчас пойду за новыми проводами на китай город ну вот что у меня получилось девчата вот это вот стеночка вот до конца потолка там будет шторка до телевизора вот так как бы закрывать а где душевая кабина я всю 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 стеночку проделала там поклеила вот эти розовенькие обои они смотрятся симпатично тоже вот эти брала розовые я на китай городе вот новый бойлер висит вот в чем у меня не подошла фишка вот здесь у меня было два вот здесь было два разъема на коротком расстоянии а здесь вот один где его наш где 2 видите расстояние увеличилось и вот от этих вот труб не хватает тех трубок а вот эти девчата обои симпатично они смотрятся то неплохо они только единственно тоньше даже вот этих в розовых такие нежные нежные это в светофоре вот мне остается но сегодня этого я делать не буду может быть на той неделе вот этот шифонер освободить холодильник обезьяну снять вон тот кусок и вот этот вот уголок ну вот он остается вот уголок небольшой тут вот несколько полосок при клеить вот такую белую обою и все видите все на пол вчера по вытаскивал девчата из-под мойки это кошмар все прибамбасы а там я же трубы снимала вот тут стальная вот труба сливная я все все вчера откручивала потом с кухонной раковина вот этот сифон вот сифон я все девочки вчера если я делаю то делаю капитально я все это откручивала выносила на улицу там у нас бочка с водой все промывала все трубы там столько этой слизи собирается мы же и моемся мы же тут и посуду жирную всякую моем видите на окнах все наставлено я вчера практически настолько устал но все равно сел один рапорт провязала я вам сейчас краешком прям покажу ведь я пришла домой он мой котик пришел маркиз хоть за мной следом вот девчатки у меня получается я буквально вот рапорт вчера провязала вижу у меня мысли путаются руки уже не слушаются тяжеловато конечно все это быстро быстро но хочется уже быстрее закончить с кухней вот получается девчат вот такая нежнятина мне очень нравится единственная здесь сделала ошибку он не в смысле ошибку видите этот край у меня вот вот идет рисунок он почти по краю за 2 по моему петельки а вот здесь а вот здесь он у меня не шире вот лицевые видите петли вот здесь надо было здесь как бы если я уж начала вот здесь так вязать видите край лицевые петли то надо было вот здесь тоже края такой же делать но ничего страшного придется спинку я хотел лицевыми вязать придет спинку вывязывать точь-точь такую этими же петлями этими же петлями на набор петель и так же брать и тогда она как бы вот вот этот тонень меньший край но вы понимаете меня он соединиться вот с этим на на второй тоже будет широкая она здесь и тогда будет смотрится симметрично кофта вот в этом плане я не продумала начала вязать быстро-быстро но так хотелось что я так скоренько все это взялась и вязала все девочки время 12 часов я побежала на китай-город и вам покажу чуть-чуть кусочек природы смотрите сколько листва нападала осень прям стремительно стала приближаться лист облетает а деревья где полуголые уже где рыжие где желтые пищу ярко-зеленые в общем вот сегодня прям вера пошла но нам джинсовой куртки пошла сегодня день учителя и девчата я всех всех поздравляю у кого это профессиональный праздник ира мусина тебя поздравляю моя хорошая чтобы в жизни было все все самое лучшее ну и здоровье самое главное здоровье девчата вот вот там вот китаец видите он беленький а вот чужой дом соседский вон он парники там по настрою промелькивает вот отсюда далеко какую-то уже халабуду себе сбил работает на земле до морозов что ли собрался работать не пойму но работает что-то колотил колотил вчера какую-то там эту знаете как они в полях вот ставят себе шатры так же и здесь он смастерил гляжу шатер какой-то чтобы укрыться наверно от дождя вот так вот уже обосновывается на той земле обрабатывает глядки второй год второй год приходит с женой видать женщина с ним приходит китайка и он видите какие цвета и желтенькие и зелененькие вон птички летают вот здесь вот яркие осень красивая в Приморье а я иду на Китай город взяла те провода с собой я же не мужик не разбираюсь то в них то ну где-то сантиметров на десять мне надо длинней купить вот эти трубки поэтому сейчас куплю приду сделаю и сегодня девчата я буду просто просто отдыхать настолько я устала нельзя рвать себя так сильно на следующей неделе должен прийти плотник он мне звонил по поводу веранды ну придет обговорим на какую сумму будет работа и что купить я говорю да я бы купила все заранее привезли бы он говорит я сам посмотрю я говорю так же он и прошлый раз мне делал он пришел все посмотрел высчитал и мы с ним же прям пошли на Китай город и я все покупала вот ну человек такой ответственный самое главное что он уже работал и я его знаю а со стороны девчат принимать видите мусорят он бутылку кидает это вот я иду по нашей тропе вот со стороны брать опасно кого-то работать не знаешь что за человек поэтому я уже не рискую на такие вещи вот вот девочки город там виднеется карьер вот там карьер там дробят эту камушки то даже вон слышно ее вот видите какие цвета вот моя хорошая природа природа красиво все хорошее ветерок сегодня прям знаете чувствуется осень я скажу так как осень вот здесь я не знаю кто здесь может отдыхать и мусорить но видно что жгли костерчик ой люди где сидят там и насерут вот что нехорошо это раз пришли посидели на природе надо убирать за собой нет оставляют вот внизу там видите там тоже улица если идти по той вот улице то я полдня прохожу на Китай город вон там мост небо небо сегодня такое да и ветер девчата я наверное отключаюсь вон сейчас я вам покажу там поближе где Китай город и пойду туда в общем кухню я уже подходит у меня к завершению у меня душа радуется потом будет больше времени отдыхать вот видите вот это вот Китай город вот синенькие крыши вот это вот и двор их девчат глядите какие деревья стоят красивые смотрите видите цвета какие я прям любуюсь всегда вот они желтые потом будут и красные цвета цвета разные вон сопка сейчас плохо еще видно но очень красиво очень вот оно дерево глядите какое красивое видите вот он желтенький зелененький в общем девчата я иду вон туда по тропе приду куплю все приду вам покажу когда уже подключусь подключусь и покажу всю свою проделанную работу девочки а вам всем приятного дня чтоб было у вас с солнышкой на улице и в душе хорошего всем здоровья у кого уже осень одевайтесь теплее уже скоро и мы будем одеваться то я ходила без без кофточки в одной футболке вот представляете сегодня я джинсовку напялила на себя ну вот обещают дожди с сегодняшнего по-моему да с пятницы с сегодняшнего дня я смотрела там по-моему аж они будут идти по среду одни дождяры поэтому похолодает конечно после дождей я морковку не выкопала ну выкопаю морозов еще нету не предвидится даже дождь пройдет земля помягче станет я ее всю выкопаю успею вот так девочки видите какое небо это точно будет дождь Вере говорю со школы Вера пожалуйста сразу быстро быстро домой чтоб не попало под дождь ну вот до следующего включения девчата я прикрутила все ой вот видите уже розетку прикрутила он туда пустила провод это у меня чашка ненитая вот все подсоединила уже греется 34 градуса теперь тут начала капать вот этот смеситель кап 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 видать прокладочка надо менять ну это уже мелочи жизни вот так вот кухня преображается я сидела в контакте лазью чай пила девчата Вера пришла со школы принесла мне розочку видите мама я тебя люблю спасибо моя доченька все время мне покупает цветы все время смотрите какая красота поставила ее вазочку а я сейчас буду собираться на почту мне пришла посылка с пряжей побегу девочки на почту но это уже в другом будет видео вот 15.04 ну да да пойду на почту девочки мне там пришел моточек буркома и силк вол три упаковки поэтому я сделаю обзор уже в следующем видео а на этом наверное пока пока дорогие мои с вами была Татьяна